Захват канала Мэри ЛВК, всем привет! Это мама Мэри ЛВК, Вэя Виктория. У неё тоже есть канал, она тоже снимает видео почти что каждый день. Недавно, кстати, на этом видеоканале вышел классный ролик о ней. Как я забеременела, как я узнала о беременности, как я призналась в этом маме, своему молодому человеку, как они отреагировали, и почему мне не разрешали рожать. В смысле не разрешали тебе рожать? Мне не разрешали рожать. А, я поняла. Короче, обо всём этом две аж части на моём канале, ссылочка под видео. Что? Что? Хочешь, чтобы прямо поехали? Кто? Навигатор. Ух ты, блин. Я первый раз, знаешь, по привычке поворачиваю, а потом в последний момент глянула. Ну да, там тоже есть дорога. Я первый раз в жизни сюда еду просто. Так, ну чё, всем привет, ребят. Это новый влог, и я в Черкассах. И это была реклама маминого канала. Окей, влог начинающийся с рекламы, лучший влог, уже понятно сразу. Ну, хороший влог будешь. Я приехала в Черкассу вчера вечером, вообще я в 11 только, наверное, была в Черкассах, потому что у мамы завтра день рождения, а непосредственно в день рождения я, к сожалению, не смогу присутствовать, и плюс мама ещё решила его вообще не отмечать. Это для меня вообще сложно понимаемый фактор. Как можно не отмечать день рождения? Мама, объясни нам свою точку зрения. К 41 году ты поймёшь, что это слишком часто получается. Как не год, так день рождения, опять отмечать. Финансово затратно, да, столько раз? Да нет, а, ну вообще да, столько раз, да. Я не придумала, как отмечать. Ну, я решила маме подкинуть идейку, чем интересным заняться, и решила подарить маме на снарождение полёт на самолёте. Это, типа, маленький самолёт, такой, знаете, а-ля кукурузник, я не знаю, как они правильно называются, и ты сидишь, там много окон, такая, типа, обзорная экскурсия, должна быть красивая над нашим городом, над Днепром, короче, я думаю, будет интересно, тем более мама сама говорила, что она бы хотела что-то такое сделать интересное. С парашюта мама прыгнуть не решится, я так поняла. Не. А вот полетать на самолётике на таком, мне кажется, это прикольно. Да. Тем более, я не знаю, у мамы уже всё есть. Что дарить человеку, у которого всё есть впечатление? Да. Мне Маша когда спросила, что тебе подарить, я говорю, впечатление. И я нашла. Спасибо. Пожалуйста. Так что я завтра буду летать. А у нас просто, почему я не смогу именно завтра быть в Черкассах, есть одна интересная идейка, которую я вам расскажу в следующем плотне. Про это я вам всё потом расскажу завтра, а сейчас мы... Я везу маму вправлять шею. Объясни, что... Она у меня уже очень давно, кривенькая. Ну там вот так смещены позвонки, три в разные стороны. И есть подозрение, что мои сердечные приступы, которые случаются иногда на моем канале, они связаны всё-таки с вот этим зажимом шеи каким-то. И, в общем, если его исправить, может быть, и то всё пройдёт. Поэтому мы едем исправлять. Я записалась к кинезиологу. Это такой... Типа массажист, но не совсем массажист, не совсем мануальный терапевт. И, в общем, едем исправлять мой дефект с детства. Я думаю, он у меня с детства, потому что я не помню, когда я увидела, что у меня кривая шея. Это было как-то странно на какой-то из фотографий. У меня кривая шея. Оказывается, да. Всё. Всё остальное у меня на канале. Вы знаете, где искать. Или просто, если там Маша забывается поставить, то вы, Виктория. Блин, я всё время забыла оставить ссылку. Я не знаю. Мне нужно на камере или на компьютере наклеить какой-то стикер, чтобы, когда я выставляю видео, у меня напоминалка была. Оставь все ссылки в описании, которые ты пообещала оставить в течение целого дня. То есть это пипец какой-то. Так, перестраивайся, мне кажется. А нет? А прямо ещё. Два километра ещё прямо. Ладно, всё, не отвлекаем. Маша, едем, а то мы уже сейчас опоздаем. Давайте с вами немножечко сейчас прервёмся. У меня есть для вас интересная информация. Сейчас началась учёба. Вы все ходите в школу, или же в колледж, или же в университет. А я помню, что в подростковом возрасте у меня были мысли, я прям очень хотела учиться за границей. Мне казалось, что это что-то такое невероятное, такое интересное. Но тогда об этом было очень мало информации, это было чем-то таким сложным, недостижимым. Казалось, что на это нужно очень много денег, но мысль об учёбе за границей всегда прям очень себя манила. Но сегодня я вам хочу рассказать о том, что европейское образование может быть доступно каждому. Знали ли вы, что можно учиться в самом центре Европы и не платить за обучение в университете? Почти все иностранные студенты в Чехии обучаются бесплатно, а также они учатся на равных условиях, вне зависимости от возраста и гражданства. Всё, что вам нужно сделать, это выучить чешский до уровня B2, а также сдать вступительные экзамены. Кстати, с европейским дипломом вы сможете построить успешную карьеру в любой точке Европы. Но сейчас в связи с пандемией и нестабильной ситуацией в мире очень сложно планировать переезд в другую страну, поэтому я хочу вам рассказать об учебном центре GoStudy. И новой программе дистанционного поступления в вузы Чехии. GoStudy учит не только языку, также он имеет специальные программы по нужным предметам в зависимости от того, какой вуз вы выбрали. И сейчас они допускают новую программу полностью дистанционных курсов чешского языка, подготавливающих к поступлению в вузы Чехии онлайн. Ребят, это самое крутое предложение по изучению чешского языка на рынке, потому что график очень гибкий, вы можете его удобно совмещать с работой и с учебой. При этом вы еще экономите, потому что вы готовитесь к поступлению прямо из дома, соответственно вы не тратитесь на проживание в Чехии и разные сопутствующие расходы. По окончанию курса вы сдаете государственный экзамен по чешскому языку на уровень В2, получаете сертификат и гарантированно поступаете в вуз в Чехии. Вся программа рассчитана на 9 месяцев и старт уже 1 октября. Кстати, у вас есть бесплатный пробный урок каждую неделю. Все подробности о программе поступления онлайн есть на сайте GoStudy, оставлю ссылку в описании. Переходите по ссылке и узнаете, как получить образование мечты. Ну что, маму в итоге не вправляли. Мы уже закончили, все оказалось намного проще, ее там все общупали, но ничего, уже столько воздей не делали, потому что ты когда сказала, что мы едем вправлять шею, я подумала, что сейчас будет вот как когда-то было. Ага. Что я плакала. Это странно, да? Да, мама мне когда-то один раз костеопату водила, то, конечно, я прикольнула здесь. Это такие интересные ощущения. Все кости перехрустело. Услышала, что они у меня там есть на слух. Спасибо. Да. Ну, короче, мы сейчас пришли обедать, потому что нужно силы добраться для такого сложного дня. Я договорилась только что по поводу времени на завтра, про полет самолета на самолете. Так что в 4 часа завтра мама и будет смотреть на наш город красивый. А Артем, кстати, расскажи. Туда можно взять еще с собой двух человек. Ну, сразу, ну, кого я возьму? Маша улетает, улетает, уезжает сегодня. Мы думаем, ну, маму и Артема тогда, да, кого? Самых близких. Мама? Да, я за, конечно, все, с удовольствием. Звоню Артему, чтобы он ничего не планировал после работы. Говорю, Артем, привет, мне Маша сделала подарок. Завтра в 4 часа летит полет над Черкасами на самолетике небольшом. Говорю, туда еще можно двух человек взять, я беру тебя и маму. Вопрос у Артема. А ты не боишься? Я в этот момент понимаю, что, вспоминаю, что Артем боится летать на самолете. Ну, вообще, как бы, я шлюю. И мама такая. Первый раз он со мной летит. А, ой, это было так смешно. Я такая, а, ой, извини, я забыла, что ты боишься. Это не обязательно. Я говорю, как хочешь. Если страшно, не надо. Ладно, вечером поговорим. Решим. Ну, Артем может с вами туда поехать и, типа... А, ну да, не лететь. Сочетать, как это, как вы взлетать будете со стороны, знаешь, как это может... Довольно хорошо. Да, прикольно. Подожди, но он на вертолете летал же. Я почему? Летал на вертолете? Мы на вертолете летали все вместе. Я, Артем. Это очень круто. И в Доминикане. Да? Когда выроскать, а я Дима, да. А я не знала. А влог был? Конечно. Это очень круто. Вообще, это очень круто. На вертолете это необыкновенно. Я думала, ты такого не пробовала, я, типа, буду первая. А ты, оказывается, на вертолете уже летала. Понятно. Нет, все другое. Боже, в Доминикане вообще очень красиво это было, да? Офигеть. Само вот это состояние, когда ты раз и просто... Вот так вот поднимаешься, и это все. Это круто. Эмоции было вагон. На нас садили вот эти штуки. Мы слышали друг друга, но не слышали вот эти звуки. Очень круто. Мне понравилось. Великолепно. 10 минут, по-моему, или 20. Но оно так быстро пролетело вообще просто. А, кстати, а сколько этот полетик? 40. А, 40 минут. Класс. Нифига себе, это прям долго. А, зачем он точно не захочет, если я ему скажу, что 40 минут? Капец. Я думала, удивлю, а не удивило, получается. Ну, ладно. Вы не представляете, я выпытывала у мамы, что ей нужно, чего ей хочется. И мама ничего не знала. И я такая думаю, ну, дарить маме какую-то сумку, ну, как-то не знаю. Это же тоже нужно, знаешь, типа, выбирать. А вдруг тебе там, это же, я знаю, что тебе важно, чтобы было очень удобное все. Я сейчас думаю, я буду выбирать красивую, и она потом скажет, а тут замок неудобно расстегивается, я ее не буду носить. Потому что мама так может. Она себе кошелок полгода выбирает обычно, чтобы там застежка была как надо. Помнишь вот эту историю? Я решила, впечатление не прогадаю. Я ее все равно прокатала в авиатолете, полетала в Доминикане. А тут, конечно, как я это пропустила? У меня лапша склеилась. Класс. Какая у меня красивая мама. Мы приехали сейчас в Днепроплазу. Это один из самых старых торговых центров у нас в Черкассах. Мама меня пытается убедить, что тут есть какие-то классные магазины. Я предложила просто маме шоппинг какой-нибудь сделать интересный. И вот сейчас мы дадим шанс. Я даже не сомневалась, что мы не сразу придем туда, куда нужно. Сейчас посмотрим. Я тут сто лет не была уже. Как видите, он у нас такой стильный очень. ТЦ с фонарями. Так, какой-то магазин. Вот мы пришли уже в магазин. Я даже нашла прикольную кожанку. Только я не совсем понимаю, насколько она мне нравится. Но мне нравится, что сейчас вот в тренде вот эти типа разрисованные всякие штуки выглядят интересно. Типа такая необычная. Но как по мне, вот как-то рукав вроде чуть-чуть коротковат. Мне бы хотелось ее на один размер больше даже еще. Посмотрим. Мама что-то нашла еще себе? У тебя что-то такое похожее есть какое-то, да? У меня все такое похожее. Поняла. Потом я на него и прощаю. Поняла. И еще мне понравилась очень вот эта сумка такого типа мятно-оливкового цвета. Я, наверное, ее даже возьму, потому что она выглядит вроде как цвет необычный. Но она, мне кажется, супер под все должна подходить. Мы с мамой сейчас пришли в другой магазин пока что. Я взяла вот такую кожанку примерить бежевую. Свитерок и брюки. Сейчас надену и покажу вам. Так, но свитер мне не подходит цвет, как мне кажется. Как-то он, ну, скучно, что ли, на мне выглядит. Не знаю. Короче, не буду брать свитер. Брюки. Я, честно, вообще не совсем понимаю, зачем я взяла примерить. Потому что я, в целом, не ношу брюки. Я ношу джинсы. Ну, просто они неплохо сели. Но я, наверное, тоже не буду их брать, потому что я пока не понимаю, как их сочетать с другим моим всем гардеробом. Они сами по себе как штаны неплохие, но не для моего стиля. Смотрите, нашла классную кожаную курточку. Ну, типа косуху. Хотела себе оверсайз, больше такую большую длинную куртку. Я хочу в идеале черную и бежевую. Вот бежевую я нашла. В принципе, под всем не подойдет, я думаю. Нравится мне. Комфортно в ней. Я эти джинсы ношу редко, поэтому буду носить с другими, но в целом хорошо, да? Одобряю. Я тоже. Все, эту куртку возьму и сейчас пойдем еще раз в обратно в магазин, в тот, в котором мы уже были. А это мерила? Да, брюки неинтересные, свитер у меня цвет этот не идет. Да? Да. Не идет. Померим. Прикольно. Нет, мне не нравится вот эта корзинка. Я не люблю эти штуки. Ну вот у меня тоже она тут так не очень хорошо сидит. А вот эти все разрисованные линцовки, они прям сейчас супер в тренде. Не знаю, насколько еще будут долго, возможно, они быстро всем будут надоедать. Но все же, я хочу такое. Сколько там стоит? 1500 вроде. Ну, перешли в другой магазинчик. Я примеряю сейчас жилетку такую вязанную. Они сейчас в тренде. Прикольная рубашка, только мне это не совсем, кажется, подходит. Сюда сейчас еще другую примерю. Все, еще примерить костюм. Вам дают под костюм кросс, вы можете свои, а вы тебе сейчас сюда. Да, я в принципе вижу, все нормально. Ну, наш незапланированный изначально шоппинг закончился тем, что я купила вот эту жилеточку, которую я вам показывала. Показывала только что, не стала брать рубашку, которая была под ней, потому что рубашка очень тонкая, стоит косарь, но при этом у меня просвечивается лифчик. Ну, то есть рубашка не должна быть такая, она должна быть более плотная. Жилетка мне понравилась, потому что она действительно довольно теплая, но при этом это сейчас штучка в тренде. Мне довольно понравилось, как выглядит, поэтому решила взять и взяла еще одну сумочку, вот ту, которую я вам показала, зелененькую. Это первая, наверное, зеленая вещь будет в моей жизни. И что еще? И все. А, ну и вот ту бежевую кожу. Видишь, видишь, эти штучки? Какие штучки? Вазончики. Вижу, у меня есть еще для них место. Ой. Решила попроще сделать, а получилось, как всегда. Короче, дела, получается, сколько? Три вещи? Да. И довольна. А мамуле купили еще курточку. Я приложила к подарку на дню рождения маме куртку, поэтому будет теперь греться. Вот. Теперь завезу маму домой. Сейчас. Теперь домой, да, Николай? Хорошо. И поеду на Киев. Ну все, маму я привезла, пописала и буду уже ехать. Мамуль, к тебе с наступающим днём рождения. Спасибо. С завтрашним. Спасибо. И отметьте его потом хоть как-то. Смотрите, я смотрю, он Артем уже вискарь принес. О, будем завтра отмечать. А может даже сегодня. Сегодня уже ночью. Да, да, да. Все. Спасибо. Еще приехала, мне очень приятно. Приехала специально к днём рождения. Чуть-чуть раньше. Ну и хорошо. Классно. Хорошо, день проведем. И скорее всего еще мама с бабушкой на следующей неделе приедут в Киев. Для того, чтобы мы наконец-то осуществили подарок бабушке на день рождения, который в прошлом году ей подарила. А если кто не помнит... Уже новый скоро. Так что приедем, будем прыгать. Ты же еще не была у нас дома на новой квартире в гостях? Нет. Классно. Мы уже спланировали, кто где будет спать. Да. Мы все решили. Артем на диване, а мы втроем в кровать. Да. Хорошо, я погнала. Уже 6 часов, кстати, надо ехать. У меня, кстати, половина влога из машины. Ну, я уже буду возвращаться домой. Часом к 10 где-то, да, в Киеве. Киев. А, нет, сразу же домой можно поставить? Можно. Нет соединения с сетью. Я очень рада. Кис, кис, кис. Женщина, сюрприз. Это я каждый раз, когда холодные, замерзшие ноги, прикладываю к Артему под одеялом. Потому что он тепленький, и мне хочется согреть стопы. Вон там, вон. Сейчас я вам покажу. Фонарик. Вот. Артем делает вид, что уже спит. Но еще нет. Ага, зачесалась, зачесалась, зачесалась. Хочу почухать. Не буду. А, где-то чуть-чуть надо. Короче, я доехала нормально. Но все равно, больше часть дороги ехала все равно уже по темному. Хотела выехать пораньше, чтобы ехать все по светлому, но не получилось. Встретилась с Артем как раз, когда парковала машину. Потому что я думала, что я во дворе сейчас не припаркуюсь, потому что в такое время обычно уже все запарковано. Но, короче, позвонила ему. Сказала, что я припаркуюсь под магазином под камерой. Типа, встретите меня, пожалуйста, чтобы я не шла домой. Сама Тёма сказала, да-да, окей. А потом я все-таки решила заехать в двор, поискать место и нашла его. Поэтому это все отменилось. Мы с Артемом как раз встретились возле машины и пошли домой. Тёма сегодня ездил в Юлав Хаус на съемки. И, короче, как раз я провела день в Черкассах, а Тёма в Юлаве. Ложимся спать. Мы с ребятами сейчас еще посидели вечером. Немного обсудили нашу завтрашнюю поездку. Я вам завтра уже начну снимать новый влог об этом. И все, естественно, расскажу, покажу. Хочу сейчас пока подержать интригу, но мы буквально вот только вчера или позавчера это все дело придумали, супер быстро организовали и уже завтра едем. Я очень рада. Все, надо отдохнуть, потому что завтра очень долгий день у нас. Всем пока. И не забудьте поздравить мою маму с днем рождения.